Вместе с приготовлым фактором относятся питание, воспитание, экологические факторы, а также заболеваемость нашего мышца. В принципе, рациональное питание временных предпочтений в материале включает это разнообразие рациона с использованием всех основных продуктов, отсутствие целесообразности каких-либо строгих ограниченных диет, необходимость дополнительного количества белка, энергии, макро- и микронутриентов, и это касается особенно второй половины берега. Фактически, потребности и дополнительные потребности беременной женщины окружены на этом слайде. Вы понимаете, ко мне даже сегодня в начале нашего мероприятия встала одна девушка, которая спрашивала, а вообще имеет ли смысл дополнительно что-либо вводить? Вот смотрите, если женщина здоровая, энергетическая потребность для нее питания составляет порядка 2200-2500 килокалорий в сутки. С воздействием беременности все должно быть увеличено. Где-то в проценте на 50 увеличивается потребность белки, йоди, фалаток на 80% железа. Любимым многими мамами в воде увеличивается всего лишь на 10%, для об этом необходимо помнить. Увеличивается потребность на 25-30% таких микроэлементов достаточно важных, как кальций, фосфор, витамины, витамин Д.